Ты показываешь, что ты научилась получать водород в лаборатории, а их интересуют промышленные масштабы. Последние наставления – обсуждение перед финальным выступлением в столице. Ольга Михайлова в составе Коголымских восьмиклассников, которые прошли через научные тернии и готовы двигаться к звездам. Теперь девочка все знает о водороде. Его используют как для создания топлива, так и для снабжения электричеством городов. Можно использовать в качестве аккумуляторов для БК. Я выступала только на школьном этапе, но после того, как я выступила, мне учительница по химии предложила переделать мой проект. На основе него сделать проект уже именно по элементу и по веществу водорода, с которым я также выступала на городе. Проект «Водород. Энергия будущего» Ольга готовила не одна, а в соавторстве с напарницей и своим тьютором. Так называют наставника. Ставили опыты, трудились несколько недель. Сначала получили одобрение в стенах родной школы, теперь вот готовы предстать перед жюри в Москве. И такой сценарий на протяжении шести лет. Каждая параллель восьмиклассников участвует в конкурсе «Энергетика России». Школьные, муниципальные, столичные этапы. За все это время 464 проектов были созданы детьми. Ну вот, как только нам сказали, что такой проект будет, я сразу сказал, что я буду делать про нефть. Ну, во-первых, потому что у меня папа нефтяник, и самому интересно, как это все вот. Потому что мы живем в нефтяном крае, вот. И узнать вот это все было интересно. Изначально мой проект включал в себя не так много информации. Но потом, когда у нас появились уже тьютеры, которые нам начали помогать, мы нашли интересную информацию, что 21 марта в Югре, в селе Никулинском, была открыта первая солнечная электростанция вообще в ХМАУ. И это стало такой достаточно очень интересной информацией, что сыграло ключевую роль в выборе меня для поиски Москвы. Для них нет скучных уроков, а только захватывающие исследования по химии, физике, биологии. И, как итог, пять лучших проектов. Такой интереснейший материал. И так это интересно представляют во время своей защиты. И тьютер, и я, как руководитель, и ребята в классе видят этого ученика совершенно с новой стороны. Московским школьникам всегда интересно послушать, что у нас в нашем округе, скажем так, вот какие новые технологии применяются, да, какие новые месторождения открываются. Будущие Менделеевы, Циолковские, Курчатовы проверяют свои силы в конкурсе, организованном Московской гимназией и Госуниверситетом нефти и газа. И все это стало возможным благодаря не только инициативности педагогов и хорошей подготовке детей. Авиаперелет и проживание осуществляется за счет спонсорских средств, за что мы очень благодарны ОАО «Лукоил Западная Сибирь» нашим спонсорам. Уже в этот четверг коголымские дети представят свои проекты, а также посетят достопримечательности Москвы во время поездки за планированной экскурсии. Юлия Фисенко, Алексей Николаев. Специально для новостей.